Сочи К этому событию российские железные дороги построят 50-километровую магистраль для автомобилей и поездов. Добро пожаловать в Большой Сочи, второй по длине город в мире, растянувшийся на 150 километров по побережью Черного моря, от района Шепси до Эмеретинской низменности. Между ними расположились аэропорт Адлер и Сан-Сочи. Долина реки Мзымты, спускающаяся с Кавказских гор, заметна даже из космоса. Это самая длинная река, впадающая в Черное море. На ее правом берегу можно различить узкую ленту автомобильной дороги, соединяющей горнолыжные курорты с субтропической частью Сочи. Сегодня это единственный способ добраться до гор наземным транспортом. А проведение Олимпийских игр 2014 года потребует колоссальной пропускной способности от этого направления. Российские железные дороги обеспечат 22-е зимние Олимпийские игры скоростной магистралью протяженностью 48 километров, состоящей из новой автомобильной дороги и железнодорожных путей. Новая, так называемая «совмещенная дорога» пройдет преимущественно по левому берегу Мзымты, а в некоторых местах и непосредственно над рекой. Трасса спроектирована практически полностью на мостах, насыпях и эстакадах. В отличие от петляющих горных дорог, этот путь пройдет прямой линией сквозь все горные массивы. Для этого строителям предстоит проложить 12 тоннелей общей протяженностью более 18 километров. Задача усложняется тем, что в Сочи нет ни песка, ни цемента, ни щебня. Практически все приходится привозить. Для этого построено два грузовых железнодорожных терминала, распределяющих строительные материалы по производственным базам. Большинство баз расположено в горах, а сообщение между ними осуществляется по так называемым «технологическим дорогам». Только к концу 2009 года их было построено уже около 40 километров. Совмещенная дорога станет не только основной пассажирской магистралью Олимпийских игр 2014 года, но и важным связующим звеном в транспортной инфраструктуре всего региона. Для этого предусмотрены многочисленные развязки, которые соединят новую магистраль с существующей дорогой и федеральной трассой М27. Электропоезда для Олимпийских игр в Сочи – это специальные составы, развивающие скорость до 160 километров в час. На весь маршрут будет уходить менее получаса. Эти современные поезда оборудованы комфортабельными креслами, полками для багажа и информационными табло. Габариты вагонов позволяют свободно перевозить летом велосипеды, а зимой – лыжи. Предусмотрены широкие дверные проемы и специальные места для инвалидов и пассажиров с детьми в колясках. Для их удобства также будут модернизированы многие существующие железнодорожные станции. Горный кластер к северу от Адлера – не единственная зона, где предусмотрено увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры. Вдоль побережья также будет проложено более 30 километров железной дороги, параллельно существующим путям. 22-е зимние Олимпийские игры несомненно привлекут в Сочи большое количество журналистов и туристов. Поэтому гостиничный комплекс «Мыс Видный», принадлежащий российским железным дорогам и расположенный между Сочи и Адлером, будет расширен за счет постройки дополнительного пятизвездочного корпуса. Компании предстоит выполнить ключевую транспортную функцию в предстоящих зимних Олимпийских играх, обеспечивая быстрое и комфортное перемещение пассажиров по всей территории Большого Сочи и горным зонам. Пассажиры, прибывающие в город самолетом, смогут сразу пересесть на поезд. Специальный железнодорожный терминал примыкает прямо к зданию аэропорта. Пять новых станций современной архитектуры будут возведены к 2013 году. Строительство Олимпийских объектов РЖД в Сочи – это масштабный проект, от успеха которого зависит престиж не только российских железных дорог, но и всей страны. Редактор субтитров А.Семкин